добрый день мои хорошие мы с борисом решили пройтись в пятерку потому что верно идем так а верным нет того что мы хотели взять для нет ну томатную пасту мы возьмем а протертых томатов таких там нет ты хочешь на переходность но я туда не хочу лезть на другого выхода нет вот там вдалеке убирают кочку мы в прошлом году с этой кочки разбивали налить и она нам конечно причиняла много неприятностей но и неприятностей для тех кто приезжал на участке и не мог заехать на дорогу поставить машину в прошлом году мы там выталкивали одну из машин когда был снег смотрите какая красота листики такие мелкие мелкие красненькие красненькие смотрятся очень ажурно это спирея которую мы с вами черенковали летом после цветения мы зашли в наш знаменитый переход он был страшно загаженным смотрите-ка ну тут он уже присутствует а так полы покрасили краской и лестницы тоже покрасили краской стало как-то прилично я не пойму почему так пахнет краской оказывается все закрашено ну наверное скоро и стены покрасит тоже такой длинный и немного жуткий переход правда ну все похоже больше пиццы мы не поедим вот синенькое здание похоже пицца съехала очень жаль все-таки я уговорила бориса пойти в пятерочку мне еще нужно кинза сейчас будем искать вот здесь я тогда видела эти томаты ребята что-то я их не вижу все сейчас меня борис съест ой ударилась головой об стойку ну что не люблю на ребята помидорку он здесь яблок больше чем помидоров но не люблю не придется взять ну в общем от безысходности возьму вот такую о борис нашел нашел ой красота да ребята помните вот вот это вот это все две штучки возьмем еще я взяла орешки я уже брала один такой набор очень вкусно и кинзу взяла ну а все остальное у нас есть можно еще взять острый перец хочу ой палец проваливается хочу маме взять перец но здесь же не угадаешь может оказаться либо тухлым либо мятым прям боюсь ей-богу хочется взять покрупнее ну такой вес ну ладно давайте возьмем острого перца я так и не нашла а вот томатная паста вот так вот стоит и то это даже не томатная паста а протертые помидоры а это резаные в пятерочке уже появились новогодние подарки чай и 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 Во-первых, это старый стол, который, я даже не знаю, где он был-то, откуда мы его привезли. По-моему, мы его привезли от Бориса с дачи, что ли. Вот знаете, раньше были такие столы, вот у которых ножки складываются с двух сторон, да, вот так вот. И вот так вот он складывается и становится он вот таким. Это обычный кухонный стол. Просто он тут стоит, потому что здесь иногда Борис там загружает кое-какие мои видео. Алла, ой, сейчас, ребят, сейчас до ноги дотянуться не могу. Вот, Алла тут что-то делает там, я не знаю, они с Димой иногда здесь играют. Вот, ногу подставляешь сейчас, вот, ногу подставил и все, вот. Как тут, сейчас покажу, вот, вот так, видите, видите, как хитро. Но этот стол совершенно не приспособлен для того, чтобы, ну, например, провести трансляцию, да. Он весь, вот, он весь ходуном ходит, видите, он старый совсем. И когда я Борису сказала, что, мол, давай закажем стол, мы уже, ребят, заказали, сразу хочу сказать, стол заказали. Потом покажу какой. Вот, и он сказал, я заберу его в Чепелёво и поставлю в доме на веранде, вот, потому что там уже разваливается кухня. Но скажу вам по секрету. Там на кухне есть старинный деревянный овальный стол, который раздвигается. У него вот такие вот фигурные ножки. Он такой красивый, но он старый-старый. Его надо приводить в порядок, его надо шкурить, и он будет очень красивым. Я не знаю, куда я его ещё размещу, но я знаю одно. Этот стол приедет к нам, потому что Борис сказал, что кухня там разваливается, он будет её ломать. Вот, и этот стол нам пригодится здесь. Может быть, даже мы его поставим и на веранде. Там посмотрим. Он большой, раздвигается, он красивый. Но надо шкурить, надо его тонировать каким-то образом, наверное, я не знаю, и покрывать его лаком. Так что вот так. Такие вот дела. Ладно. Рассказала. Короче, мне этот уголок нравится. На, снимай пробу. Только, пожалуйста, не ёрничай, потому что всё надо серьёзно. Потому что мне интересно, понравится или нет. Этот рецепт приготовлен совсем-совсем по-другому. Не так, как я готовила раньше. Без мяса. Я же сказала тебе, не ёрничай. Ну, на внешний вид отлично. Ну, это на внешний вид. На внешний вид не считается. Горячо. Горячо. Здесь столько разных ингредиентов, если бы ты только знал. Это рецепт настоящего грузинского харчо из говядины. И в оригинальном рецепте его готовит грузинка. Не обошлось без казусов, сразу могу сказать. Уронила туда. Кошмар. Казусу здесь? Казус я уже вытащила. Если соли будет мало, вот. Нет уж. Я буду молчать. Грузинское, это грузинское. Что значит мало? Сколько положено. Соли обычно добавляется столько, чтобы потом можно было добавить. Я пока молчу. Потому что я пока готовила, я пробую. Я пока тоже молчу, потому что обжечься боюсь. Я пока. Я пока. Я пока. Я пока. не положила только острый перец много уже кладется в принципе в готовое блюдо так скажем сегодня мы в пятерке с тобой не купили острого перца кислинка вот это и есть который никогда у меня не получалось а теперь представь что ты сидишь на в днх во владикавказ в кафе где подавали харчо но это и легко легко представить это уже сто лет не было я там был но что сказать вкусно таким зал чувствуется а все чувствуется и кинза и чесночок хотя его всего было три зубчика но опять а кто не любит кинзу им как а им не надо есть харчу ну как пусть готовит без кинзы в общем борис говорит очень долго я скажу побыстрее рецепт изумительный если вы соберетесь приготовить приготовьте вы никогда не пожалеете это очень вкусно чувствуется домашняя аджика которую мы делали рецепт этой аджики подсказала света с кем мы уже дружим давно она работает на рынке есть рецепт на канале чувствуется здесь и соус ткемали и протертые томаты вот эта неповторимая кислинка запах кинзы и наваристого бульона но это и есть харчо ребят это очень вкусно это действительно очень вкусно ссылочку на оригинальный рецепт я дам в описании под видео так что готовьте рецепт испытания прошел любая из нас и любой из нас может приготовить себе такой прекрасный вкусный грузинский суп из говядины вкусно 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 да еще хотела кое-что сказать сейчас поставлю камеру обязательно скажу вот знаете что даже есть в этом харчо сверху оно теплое оно или он суп теплое а внутри когда берешь ложкой то горячее вот вот эта особенность супа мне очень нравилось когда мы в детстве с мамой приходили в кафе владикавказ они заказывали себе с моим отчимом шашлык а я просила именно харчо это очень вкусно и огромное спасибо автору рецепта за такой прекрасный рецепт ребят чтоб я так жил это очень вкусно борис сказал что он этот суп может есть в любом виде да и чтоб я так жил но для того чтобы его есть в любом виде этот суп должен иметь аромат хотя бы харчо хотя бы аромат этот суп имеет не только аромат харчо но имеет вкус харчо действительно замечательный рецепт действительно хороший очень класс